Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Говорун Вадим Маркович, действительный член Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор, известный учёный в области молекулярной диагностики, геномики, протеомики и системной биологии, генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства. Наряду с руководством научно-клиническим центром академик Говорун заведует кафедрой молекулярной и трансляционной медицины в Московском физико-техническом институте и руководит лабораторией протеомики в Институте биорганической химии имени Шемякина и Овченикова РАН. Вадим Маркович Говорун – автор более 240 научных статей в ведущих международных и отечественных журналах, а также 10 патентов на изобретение. В настоящее время под его руководством реализуется проект по изучению состава микробиота желудочно-кишечного тракта, характерный для жителей различных территорий России. В то же время академик Говорун активно занимается созданием алгоритмов персонифицированной медицины, трансляцией фундаментальных биомедицинских знаний в практическое здравоохранение. Вадим Маркович Говорун вновь в нашей студии, чему я очень рада. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы, она как словосочетание у всех на слуху. Но это словосочетание, вот как понятие, на мой взгляд, оно размыто. То ли от частого употребления, без четкого определения, то ли еще по какой-то причине. Каковы возможности персонализированной медицины? Насколько она реальна? Вот вопросы, которые мы сегодня будем поднимать, освещать. И, собственно, что подразумевать под персонализированной медициной? И, возможно, в скором будущем мы все станем свидетелями смены парадигмы, потому что персонализация, она как таковая, в общем-то, в определенной степени подразумевает уход от стандартов. Пожалуйста, персонализированная медицина, концепция и реальность. Ну, действительно, вы правы, наверное, что под этим устойчивым словосочетанием, во-первых, добрый день, дорогие коллеги, подразумевается очень большое количество разных понятий. И сейчас точно, вот вычерчивая траекторию внедрения разных технологий или методик в медицину будущего или там медицину настоящего с небольшим отступлением от сегодняшнего дня, точно вряд ли кто-нибудь скажет, как это будет выглядеть, какова будет композиция. Основная причина не в том, что непонятно, что нужно делать или непонятно, как это внедрять. Основная причина заключается в том, что, как и обычно бывает при взрывах, медицинская наука или биотехнология медицинская, можно так это назвать, сегодня генерирует такое большое количество новых или новейших методов манипулирования с жизнью, уже, так сказать, с какой-то основой жизни, что, скорее всего, это такой мой прогноз, гораздо интенсивнее будут расти не сколько технологические проблемы, и не проблемы даже образования врачей, чему посвящены эти передачи, сколько проблемы, связанные с социальными оценками этих технологий в тех обществах, где развита религиозная культура с теософскими оценками и, безусловно, с какими-то определенными разрешительными мероприятиями, которые должны регулировать подобного рода внедрения. Почему? Потому что кроме диагностики, о которой я сегодня буду говорить, и о том, как сделать жизнь человека лучше и качественнее, и дольше, и, наверное, счастливее, хотя это вряд ли можно сделать методически, это, скорее, больше все-таки духовные практики, есть еще, безусловно, мощный тренд, который в ближайшие 10-15 лет действительно позволит персонифицировать подходы. Параллельно с тонкими молекулярными методами диагностики развиваются методы фактически переписывания генетической информации, которая у нас заключена. И вот такая адресная, множественная процедура улучшения, например, нашего генетического состава, ну, с учетом, конечно, всех знаний, которые накапливаются при исследованиях, она не является уже теперь только биологической или медицинской проблемой, она является проблемой, безусловно, обществ. Насколько мы можем, зная даже те или иные дефекты или пытаясь просто улучшить внешний вид или какие-то индивидуальные качества, например, физическую подготовку, выносливость или когнитивные способности, мы можем вмешиваться в нашу генетическую информацию и ее каким-то образом изменить. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим на историю, это первый слайд, это очень старая тема. И более того, современные стандарты в медицине возникли очень-очень недавно, а персонализация в медицине возникла очень-очень давно. У греков, как известно, не было экспериментов, они в основном занимались созерцанием, но и Гиппократ, и потом римские врачи, вот очень активно проповедовали такую доктрину, которая, собственно, и лежит в основе того, что называется теперь персонификацией. Надо лечить не болезнь, потому что часто, особенно при современных технологиях диагностики, многие традиционно называемые болезни оказываются синдромами, то есть на самом деле группы заболеваний, у которых совершенно разные молекулярные основы, они объединяются скорее симптомами. И в этой связи греки гениально предвидели то, что каждый человек, а еще к тому же нередко болезнь не развивается в одиночном варианте, это группа заболеваний или группа синдромов, которые приводят к болезни индивидуального человека. Так вот они, собственно говоря, выдвинули совершенно правильную позицию, позицию, которая заключалась в том, что каждый конкретный человек должен быть оценен индивидуально. Раньше это происходило с помощью инспекции, то есть где-то до 20 века, когда были изобретены рентгеновские лучи, и рентгеновское излучение было открыто, и появился рентген, и потом другие методы инструментальной и лабораторной диагностики. Врач, приходя к постели больного, инспектируя ее, используя очень простые технологии, трубочку для прослушивания, он как-то умудрялся поставить диагноз, причем диагноз был иногда довольно точен, и потом из очень скудного арсенала медикаментов, которые в основном действовали на общие физиологические какие-то процессы, пытался влиять на состояние его. И в связи с этим, вот внизу слайда, проведена классическая схема представления о том, как функционирует наш организм. Все, чем занимается медицина, это патогенез, потому что медицина и изучает, и пытается влиять на процессы, которые ведут к патологии, отсюда патогенез. То есть процесс, который генерирует патологическое состояние, или патологический процесс, и вызывает болезнь. Греки и многие мудрые врачи, которые вот здесь перечислены, ну, может быть, за исключением выдающихся генетиков, они довольно много внимания уделяли тому, что называется у древних соногенезом. То есть совокупностью различных биохимических, молекулярных и физиологических реакций, препятствующих развитию патологии. Наш организм так устроен, он как, наверное, неваляшка, или там как гироскоп, такое физическое устройство. Он все время пытается вернуться обратно. То есть как бы его окружающая среда и прочие обстоятельства не вынуждали болеть, вот есть комплекс реакций, который позволяет человеку долгое время оставаться здоровым и не заболевать. Таким образом, борьба между, или там баланс между соногенезом и патогенезом, это, собственно, те две ключевые веточки нашего существования, на которые можно влиять. И вот отсюда возникает некоторая путаница при определении, что такое персональная медицина. Потому что некоторые люди считают, что персональная медицина, и они совершенно правы, это комплекс методов или подходов, или технологий лечения, способных индивидуально лечить человека. То есть человек уже заболел, и его нужно просто как-то очень грамотно вылечить. То есть посмотреть, что применимо именно к нему. Да. И вот здесь синонимом персональной медицины является то, что называется в англоязычной литературе precision medicine. То есть прецизионная медицина или точная медицина, когда очень точно ставится диагноз, то есть это уже не синдром, а прям совокупность каких-то причин патогенетических приводящих болезней, и очень точно, с учетом индивидуальных особенностей этого человека, переносимости, эффективности препаратов, назначается лекарственная терапия. Мы об этом будем сегодня говорить, и достаточно подробно. Но это вот просто некие определения. То есть все, что касается патогенетической стадии нашего существования, когда мы уже чем-то больны, это на самом деле, конечно, персональная медицина. И именно она является медициной, потому что для второй части люди пока изобретают термин. Вот даже термин сциногенеза знают не так много людей. И здесь, как я уже сказал, речь идет просто о точности. Я скажу сразу, что мое мнение, ну как человек, который уже год руководит больницей, ну вряд ли нужно думать о том, что все технологии лечения будут настолько прецизионными и настолько адресными. Это просто не нужно. В силу того, что на самом деле очень много лекарств, хороших лекарств, ну там самый крупный рынок аспирина, да, действует почти всегда эффективно. И изобретать велосипед там, где это нет необходимости, в общем, нет нужды. Но, наверное... Саногенез, пожалуйста, саногенез и профилактика. Да, вот сейчас я перехожу к этому. А вот вторая часть, которая называется саногенезом, она тоже может быть, значит, манипуляцией в этой области, хотя на самом деле, наверное, тут сильно на человека не надо воздействовать, потому что он и так здоров. Она тоже может быть сформулирована как некие индивидуальные подходы или персональная медицина, но она еще имеет и второй синоним, да, это профилактическая медицина. То есть все-таки здесь знак равенства, добленности, недопустимые. Да, вещь не очень с точки зрения русского языка понятная, да, потому что такая профилактическая медицина, медицина это все-таки то, что лечит. Это то, что лечит, да. Но вот я уже сказал, что здесь есть некая такая трудность, потому что мировоззрение и общество, и тем более врачебного сообщества, оно таково, что если болезни нет, то врач на самом деле часто оказывается вполне беспомощным, он не понимает, что делать. Тем не менее, понимая уже на сегодняшний день важность вот этих вот ценно-генетических процессов, которые происходят в организме, многие общественные медицинские системы, которые связаны со страховыми компаниями, но в частности в Германии, в Скандинавии, тратят деньги на так называемую систему чекапов или диспансерную систему, целью которой является выявление либо очень ранних стадий заболеваний, либо выявление неких сдвигов, то есть снижение компенсаторных возможностей организма с целью коррекции. Вот я постарался практически так развеять туман и структурировать, казалось бы, очень разные подходы, но очевидно, что один процесс переходит в другой, в конце концов, и вот это понимание взаимоотношений с анагенезом и патогенезом и разработка технологий, идеологий и того и другого является, собственно говоря, основой того, чтобы замутненное сознание просветлялось, и люди хотя бы, которые работают в этой области, говорили на одном и том же языке. То есть та часть персональной медицины, или тех подходов, которые будут сформированы, это как раз очень сложная история. Сегодня в этой лекции у меня нет времени на это, значит, уделять это особое внимание, но я скажу так, что поскольку большинство людей в основном занимались и занимаются и в медицине, и в биологии патогенезом, то есть патогенетическими процессами, современной медицины и современное общество лишено понятия нормы. Норма является возрастозависимой, профессионально зависимой, стиле жизнезависимой, и так далее. Странно зависимый. Но не с точки зрения визуальной инспекции, как у древних врачей, а с точки зрения молекулярных терминов, вселучезвучайной вариабельности этих параметров, является очень сложной задачей. Она до сих пор не решена нигде, насколько мне известно. Поэтому в персональной медицине, которая касается профилактических мероприятий, есть система чекапов и диспансерных учетов, есть попытка использовать генетическую информацию, но она достаточно невыражена пока. А вот в профессиональной медицине, которая связана с медициной, то есть медициной медицинской, так называемой, где главным является патогенез, это существенный инструмент, и, как мы сейчас увидим, здесь решается достаточно много задач. Ну и мы, собственно, рассказав это введение, перешли к основным определениям, чтобы все было довольно четко и академически строго выдержано. Конечно, в связи с общим трендом любая ветка медицины, в том числе и персональная, будет стремиться перейти к генетическому подходу. Потому что сейчас принято считать, что все-таки наши программы, которые записаны в генетической информации, они и есть и программы развития взаимодействия с внешней средой, потому что факторы внешней среды, конечно, очень существенная часть и заболеваний, и норма стояния. Но, тем не менее, программа и генетические особенности, как здесь написано, являются основополагающими. Поэтому первая задача персональной медицины, которая в значительной степени решена, это была и есть разработать дешевые, теперь уже даже не столько технологии сканирования генетической информации, сколько и у анализа. Здесь довольно много спекуляций, но вот накапливаемый объем данных о генетике человека и в популяциях, и ассоциациях этих генетических особенностей с теми или иными заболеваниями дает, безусловную, основу, не почву, а именно основу, для того, чтобы развивать так называемый интегральный подход. Это, собственно, основная цель и основное определение того, чем персональная медицина отличается от медицинных стандартов. Под интегральным подходом мы принимаем учет всех рисков, всех сопутствующих заболеваний и всех патогенетических механизмов, которые влияют на исход основного заболевания, можно так сказать, по-медицински. И вот это подразумевает собой автоматически не только генетическую платформу, но и много других платформ, о которых мы сегодня поговорим. Это, конечно, и о миксной данной, и информатика. Принято считать, что кроме Гиппократа и Мудрова и некоторых других известных врачей, биологи, причем довольно известные биологи, вложили свой вклад в определение. По крайней мере, определение концепции 4П-медицины нравится почти всем, потому что оно состоит из слоганов, которые понятны. Это уже не совсем даже персонализация. Вот такой довольно известный молекулярный биолог Лерой Худ, он совсем не медик, постарался синтегрировать все о том, о чем я уже сегодня сказал, в одном флаконе. То есть создать некое общее определение того, чтобы не было тумана в наших головах. М4П и на английском, и на русском так повезло. Кроме соучастия. Здесь нет 4П, но это самое главное. Вот мы сейчас об этом немножко поговорим. Когда мы говорим о реалиях и моделях, то это очень существенный момент, как мне кажется. Да, действительно, здесь есть и попытка сделать на основе биохимического, множественного биохимического анализа и генетических скринингов, некую предиктивность. То есть попытаться поучаствовать в неразвитии заболеваний на стадии, собственно, здорового организма. Хотя, повторяю, это не очень бесспорная история, потому что понятие нормы здесь чрезвычайно пока размыто. Второе, это если уж что-то случилось, то подбор терапии на основании каких-то персональных данных. Я об этом скажу, конечно, подробно. И вот первое и третье, это, собственно, объединение в одну фазу того, что не только знаем, что грозит и что может развиться, но и активно профилактируем. То есть как можно дольше, как говорят врачи, удлиняем активную стадию высокого качества жизни. Потому что понятно, что, как сказал Ипольд Васильевич Давыдовский, известный наш патолог или патологонатом, что болезнь – это ограниченная свобода. Вот такое философское определение. То есть когда человек заболевает, он чего-то уже не может. Он не может бегать, прыгать, он не может думать иногда. В зависимости от болезни. Так вот, естественно, что активное долголетие, так называемое, то есть активный образ жизни и высокое качество жизни – это задача профилактики. Это задача не медицины, а именно профилактики. Но самым главным из этих четырех П в английской литературе является как раз последний пункт – патисептери. Потому что, по большому счету, когда теоретики спорят о том, применима ли концепция персональной медицины, неприменима, они не учитывают довольно важный, в нашей стране важный элемент этого. Насколько люди, ходящие на работу, воспитывающие детей, смотрящие телевизор, сами задумываются о своем здоровье. Вот если человек не хочет, чтобы его здоровье было его достоянием, то все конструкции и теоретически, и вся мощь технологий, которая сейчас уже нависает над ним, будут абсолютно бесполезны. Поэтому если говорить о концепции, то самым мощным здесь, и в общем, ну тоже не очень новым, но на самом деле принципиально главным, является пункт о соучастии каждого индивидуума, не больного человека, а именно индивидуума, вместе с врачами или специалистами по здоровому образу жизни в поддержании своего здоровья. И это не только отказ от вредных привычек, как можно подумать, и зарядка, и физкультура, это на самом деле самотестирование, потому что в конце этой программы я скажу о том, что один из инструментов, и покажу это, что персональная медицина является вовсе не геном, а так называемые прикроватные тесты, где человек может встав с утра померить уровень глюкозы, померить уровень гормонов, померить уровень белкового воспаления, онкомаркеров и так далее, и видя отклонения в персональной программе, уже потом идти к специалисту для консультации. Вот если нет потисипа, то есть нет соучастия, то все, что я сказал, бессмысленно. Это значит, что его нужно как-то прикладывать куда-то к амбулатории, строить какую-то систему охвата, приезжать в учреждения, все остальное. То есть развитые общества, безусловно, диктуют моду на здоровое активное долголетие, ну потому что там, как вы знаете, удлиняется период активной жизни, пенсия все время сдвигается все дальше и дальше, поэтому надо быть не только доживать до пенсии, но и что-то делать, и быть еще конкурентоспособным с молодыми, вот это все, естественно, рождает довольно существенный запрос на соучастие, и мне кажется, что это главная история. Говоря о генетических технологиях, надо сказать, что, конечно, они родились там не вчера, это очень большая история, просто сейчас, вот как тут написано, после десятых годов, это становится по существу рутинно, и Россия здесь не сильно отстает, не с точки зрения масштабов, а с точки зрения владения технологиями. Да, приборы все делаются, к сожалению, не в нашей стране, но... Ну, начнем с того, что идеологом был академик Баев, программа генетического проекта, просто потом наступило то, что наступило. Да, да, но тем не менее, вот у нас есть много лабораторий, коммерческих структур, и даже сейчас активно большой бизнес смотрит на эти все проекты и вкладывает деньги для того, чтобы массово секвенировать, то есть, определять нуклеотидную последовательность без сленга, значит, вот эти вот, хотя бы смысловые части генов, и поскольку там закодировано довольно большое количество разных вариаций, ну, у разных людей просто есть разные буквы в определенных позициях, буквами называются нуклеотиды, это в основном, конечно, тесты, которые очень помогают в разработке специальных индивидуальных фармакологических подходов. То есть, здесь, поскольку есть проблемы индивидуальной переносимости, я и в прошлой, по-моему, передаче об этом говорил, и в Соединенных Штатах сильные препараты, к сожалению, вызывают, то, что называется, побочными реакциями, это пятая-шестая причина смертности, между прочим, то, конечно, это существенный аргумент, чтобы генетика в классическом, таком мендеревском, что называется, формате служила уже сейчас надежно, и она, собственно, так и работает. То есть, многие новые препараты, которые появляются на рынке, подразумевают под собой уже генетическое тестирование. Если там 3-4 года назад мы говорили о антитромботической терапии в рафарином или, например, какими-то препаратами, которые действуют на GP3-а рецепторы в тромбоцитах, то сейчас, на самом деле, очень многие препараты, которые выходят на рынок, они уже подразумевают под собой использование генетических марок, так называемых, то есть тестирование пациента, для того, чтобы не тратить время на подбор доз и на подбор комбинаций. Это вот довольно важный момент. И вот здесь как бы идет такая борьба, но главное, конечно, в медицине, это обеспечение такой надежной безопасности при лечении, потому что если вы эмпирически лечите пациента, ну, есть какие-то дозировки. Препарат сильный, как известно, любое лекарство, это, в общем, яд, все зависит только от дозы. И вот эти узкие или там не очень широкие, скажем так, границы назначения препаратов, особенно это верно в онкологии, всегда осмысливают предварительную оценку индивидуальной реакции. То есть так называемая таргетированная терапия, то есть терапия, когда какие-то, значит, мишени в опухолях еще могут быть задействованы для селективного уничтожения, дозировки, связанные с работой детоксикации, это в основном об этом. Естественно, генетическая оценка того, как биотрансформируясь лекарственные вещества могут влиять на другие органы и системы. Здесь в той или иной степени это все приведено, потому что диагностика заболеваний, это отчасти та же самая фармакология, ну, то есть как бы когда вы диагностируете заболевание на генетическом уровне, вы сразу смотрите гены-маркеры. Но самое главное, что сейчас происходит, происходит следующая вещь. Постепенно люди отвыкают от определения нуклеотидных последствий отдельных генов, им становится дешевле, действительно дешевле, работать, ну, как минимум с экзомом. Таким образом, геномные технологии, значит, они входят в жизнь, ну, если не сказать, что повсеместно, но это настолько дешево сейчас, что, в общем, сделав один раз себе экзом, вы можете потом пользоваться так же этим, как, например, персональным ID, то есть затратив там 300-500 долларов на всю жизнь. Давайте на всякий случай уточним, для более широкой аудитории, которая, возможно, будет нас смотреть, экзом – это смысловая часть кодирующая генов. Да, это кодирующая часть генов. Я сказал о том, что это гены. Это нерегуляторные вещи, нерегуляторные, ни интродные, ни вставки, а это именно смысловая часть генов, которая потом, в конце концов, превращается в белки. Белки, которые мы знаем. Логика тут такая, поскольку белки являются основными пока мишенями для действия препаратов, и вообще они основные мишени, точнее, машины молекулярные. Вот, собственно говоря, изменения в этих белках. Есть куча важных вещей, как малые РНК и всё такое, но экзом – это базовая вещь такая смысловая на сегодняшний день. Да, потому что всё остальное – это пока на самом деле, конечно, лабораторные уже достижения, но понимание того, как это использовать в практике, пока ещё не пришло. Хотя, надо сказать, что с точки зрения некодирующих длинных РНК, их пытаются использовать для диагностики так же активно, как, например, белковые и другие маркеры. Но пока что мы базируемся на экзом. Это просто чуть позже. Вот, для лечения, именно для лечения, использования длинных РНК или каких-то других информаций о изменениях там, пока не представляется просто активным процессом. Как получены эти данные, я немножко скажу. Они получены, опять же, на основании того, что в течение десятилетий совершенствовались вот те данные, которые сейчас уже используются в практике или могут быть использованы в практике. Анализировались так называемые однобуквенные нуклеотидные полиморфизмы и отбирая… То есть, то, чем отличаются разные… Друг от друга разные люди. Люди или популяции. Или популяции людей. И вот эти полиморфизмы всё время привязывались или там они отбирались, эти группы, таким образом, что это были какие-то вот как раз очень чётко стандартизованно подобранные болезни. Например, сахарный диабет первого типа, второго типа, какие-то подтипы сахарного диабета, артриты, инфаркты миокарда и так далее. И вот практически все заболевания на сегодняшний день, которые относятся к медицинскому профилю, они были перебраны, то есть, были собраны разные выборки на разных континентах, в разных странах, потому что надо было исключить ещё так называемое этническое влияние. Ну вот в ГВАСы многие входили когорты людей по 100 и даже более тысячи человек. То есть, это очень большие исследования. Расшифровка ГВАС была на предыдущем слайде, я сейчас скажу, просто полногеномные ассоциативные исследования. Да, ассоциативные исследования. То есть, исследовалось вот что. Как статистически те или иные полиморфизмы, обычно на геном, их там от 5 до 10 миллионов, степень вариации, на 3 миллиарда пара оснований. То есть, 5 миллионов на 3 миллиарда это не так много, но тем не менее, это значимое. Так вот, как они, значимая величина, как они влияют, или там, как они ассоциированы, это будет точнее, да, с тем или иной болезнью. Здесь очень много сложностей, на самом деле, я скажу сразу, потому что известны эффекты плеотропности. То есть, это значит, что один полиморфизм в каком-то гене может быть ассоциирован с развитием одной болезни, а в другом заболевании он может иметь так называемый протективный эффект. Но, тем не менее, эта работа сделана, и вот на глаз человечество потратило около 10 лет и много миллиардов долларов, причем не сколько на технологическую платформу для измерения, сколько на скрупулезный сбор людей, на их наблюдение, на составление этих больших когорт, то есть на то, что, к сожалению, в России не так развито, и то, что называется современными биомедицинскими исследованиями. Собственно, здесь мы видим еще одну существенную вещь, которая никогда в мире не исчезала. Это очень тесная связь между исследованиями, которые проводятся с использованием человека, могут использоваться лабораторные мыши, потом для подтверждения, и много других технологий, и быстрым использованием этой информации для клиники, то есть для клинического использования. То есть быстрый переход знаний в практику. И действительно, за это время появилось очень много различных панелей, причем под панелями здесь уже понимаются конкретные полиморфизмы или сочетания, которые есть и в базах данных, и даже в виде, как здесь приведено, в виде отдельных тестов. Первый тест, который американское агентство по испытанию препаратов зарегистрировало, разрешило, это как раз тест на полиморфизмы для определения ишемической болезни сердца. Это полосочки? Это генетический тест. Это генетический тест. Здесь пока мы говорим только о генетических. Попозже мы поговорим о других тестах, которые тоже входят в практику. Очень много. То есть от ляйденской мутации, это тромбозы, классическая история 90-х годов, когда еще развивалась и была очень популярна, как я уже сказал, стандартная менделевская генетика исследования. Ну, ляйденская она называется просто потому, что ее там открыли, то есть описали в университете, да, ляйдена. А на самом деле это мутация, которая очень была распространена в районе Черногории, Средиземноморья, и там просто начиналась уже эпидемия распространения гомозиготных пар. При такой мутации риск тромбоза возрастает в 40 и более раз. То есть это существенно. Это почти моногенное заболевание, но оно такое вот соматическое. И вот удалось путем медико-генетического консультирования на самом деле предотвратить распространение этой мутации в популяции, таким образом спасти популяцию от вымирания, потому что это, в общем, мутация, конечно, очень вредная. После этого появилось много ассоциативных исследований, связанных с тромбозами, с разными видами тромбозов, и артериальных, и особенно венозных, с аритмиями, аритмологическим состоянием, с кардиомиепатией, атеросклерозом и так далее. И сейчас, когда, например, моя лаборатория выполняет анализ экзома, мы говорили, что экзома – это смысловая часть генома, она просто специалисты генетики смотрят на то, что называется кардиопанель. Это там порядка ста генов, огромное количество полиморфизмов, где приписаны уже те или иные эффекты, и человек или врач, ведущий этого человека, может получить некое заключение. Вот вплоть до того, насколько высока вероятность, например, гипертрофии правого или левого предсердия или желудочка. То есть не только какие-то патологии, но еще и то, как это все связано, как, например, связано нарушение ритма, с какими-то компенсаторными реакциями, со всем остальным. Скажу сразу, что такая же панель есть и на онкозаболевания. Работает она не во всех случаях достаточно четко, но тем не менее она выявляет некие риски. И это дает возможность при соблюдении четвертого принципа из 4П ходить и постоянно инспектироваться, ну, постоянно, значит, там, не реже, чем раз в год для некоторых форм онкологии, потому что сейчас, в общем, существует некое правильное мнение, наверное, на мой взгляд, что ранние выявленные онкологические болезни, в общем, излечимы, и это довольно эффективная уже технология. Другое дело, что отсутствие патиси, которые приводят к формированию третьей-четвертой стадии, где никакая медицина, наверное, не сможет оказать нужное воздействие. И, в общем, как мы говорили в начале, конечно, в первую очередь, и сейчас это, в общем, state of art, генетические тесты, приложимые к правильному типированию онкологических болезней, то есть того, что уже случилось. Потому что главная проблема в генетических болезнях, это, на самом деле, во-первых, выявление, в онкологических болезнях, выявление, как здесь нарисовано, наследственных форм рака. Это не так часто случается, но на самом деле, чем больше накапливается данных, тем больше появляется сведения о том, что, например, могут быть не только доминантные мутации, ну, там, K-RAS, APC и так далее, но они могут случаться как соматические, но могут быть так называемые онкологические болезни, которые происходят вследствие гомозиготного состояния по рецессивной мутации. Например, некоторые формы рака молочной железы или рака яичника, они именно так и происходят. И тут генетическое тестирование скорее может быть использовано и при планировании потомства, и при медико-генетическом консультировании, но и для того, чтобы, вот, например, как в случае с K-RAS, значит, P53, APC и BRAF, правильно выбрать так называемую таргетную терапию. Это уже экономический вопрос. Вот там, где есть экономика, там все очень быстро ставится на свои места. Ну, очень простое, значит, простое соображение. Таргетная терапия, если она происходит с помощью монокральных антител, там, компании Amgen, это десятки тысяч долларов. И до последнего момента, я не знаю, как сейчас наш Минздрав выделял финансирование целевое, значит, эта терапия может помочь человеку, который, опухоль которого чувствительна. Но она совершенно бесполезна, если опухоль приобрела мутации, и поэтому нужно идти первой. Тем или иным способом. Я скажу сразу, здесь генетика не обязательно безальтернативный вариант, но, как правило, она выигрывает и с точки зрения цены, и с точки зрения эффективности. Потому что у нее есть много преимуществ. Она, например, может регистрировать нахождение мутации в одной клетке на фоне 10 и даже сейчас 50 тысяч клеток с нормальным генотипом. И вот эти вот тонкие, оценка тонких рисков неэффективности лечения, это, безусловно, на самом деле обратная сторона медали. То есть это достижение эффективности. Потому что, если врач, опытный онколог знает, как лечить, он обязательно подберет препарат, он не будет тратить много времени на то, чтобы подобрать эффективное лечение. За то время, естественно, опухоли будут развиваться. Ну и вообще, если мы говорим о фармакогенетике, то это наиболее активно развивается в персонализации. Потому что вся медицина традиционно, нет такой медицины, которая бы не использовала те или иные медицинские препараты. Таблетки, инфузии и так далее. Это, в общем, как-то, наверное, примерно одно и то же. Так вот, здесь приведены некие схемы, как на самом деле очень эффективные препараты влияют на нас. Ну, давно известно, что плацебо, это так называемый, ну, просто пустой препарат, это либо мел, либо физраствор, довольно эффективен. Даже в очень активных, то есть в очень фармакологически активных препаратах, когда проводятся исследования, выясняется, что роль плацебо может достигать 40%. Значит, что человек, ну, это, как бы, может быть, следующий этап развития медицины за персональной, мобилизуя внутренние силы и веря в то, что его лечат, он, на самом деле, каким-то образом сам показывает положительную динамику. И вот здесь приведена некая... Не обязательно психосоматика, а именно силы организма. Нет, нет, нет. Разговор идет именно о том, что плацебо используется, значит, для контроля, эффективности действия препаратов при заболеваниях. Конечно, там двойные слепые исследования и все как полагается. Это не психосоматические заболевания, которые, скорее, больше удел психологов или психиатров. Здесь все вот как бы по-настоящему, да, то есть артериальное давление, бета-блокаторы, да, которые регулируют, значит, ритмы и все прочее, антидепрессанты, антиэкстатины, да, то есть статины, как ни странно, при всей их большой эффективности и разрекламированности эффективны максимум там 70% в случае. Это почему очень высокий результат. Это не значит, что препарат плох, а это просто вот так. Это потому, что как раз нормально, мы очень разные, да, и у нас есть очень много особенностей, которые делают действие препарата вероятностным, а не абсолютным. Таким образом, вот исходя из этих статистических данных, конечно, врачи думают о том, чтобы, поскольку в каждом, значит, в каждой функции препарата, да, там, снижение артериального давления, наличие эффекта антидепрессантов или, например, понижение уровня холестерина, то есть снижение риска атерогенности, есть много чего выбрать, эти препараты не обязательно имеют одну мишень, то естественным желанием является сначала оттипировать данного индивидуума хотя бы мишени, на которые направлен препарат, а уважающаяся компания указывает эту мишень, чтобы понимать, как лечить. Вот, грубо говоря, у врача есть 10 препаратов, и он либо это методом подбора делает, либо он точно знает, какой препарат он значит, потому что есть мишень, например, которая в основном поднимает артериальное давление, есть рецепторы, на которые этот препарат должен подействовать, и есть полиморфизмы, то есть вариации в этом рецепторе, которые могут снижать действие препарата или сделать его совсем неэффективным. Ну, тогда надо просто брать другой препарат, который обойдет вот эту мутацию и так дальше. То есть просто надо знать. Надо знать. И вот для того, чтобы знать, надо на самом деле определить генетический состав, и затем уже на основании этой генетики делать это более точно. Ну, вот, собственно говоря, начиналось все, как я сказал, с онкологии, потому что там все очень дорого, и долгое время считалось, что это, собственно говоря, и будет та область, которая в основном будет развиваться. Но сейчас уже, это старый слайд, ему, наверное, уже год-два, наверное, под 200 лекарственных препаратов, вот тут приведена, собственно говоря, та область, где это довольно популярно, имеет генетическую марку, используется для того, чтобы на самом деле не вредить человеку. И самое главное, не давать ему препараты, которые абсолютно бессмысленны. Об этом я уже говорил. То есть вот таргетная терапия, как она работает, собственно говоря. То есть мы берем какие-то виды опухолей, да, и мы понимаем, что, значит, если у опухоли есть тот или иной генотип, то его надо либо менять лечение, потому что уже опухоль приспособилась, собственно, и все время постоянная борьба между медикаментами и клетками, которые быстро мутируют. Либо, действительно, мы попадаем, нужно просто продолжить лечение, добиться элиминации. Ну вот, собственно, про генетику, наверное, много тут в этой студии уже говорили. Это основа. Но это совсем не то, что работает так однозначно, как следует из моего высказывания. То есть ген-лечение, ген-лекарство. Да, это вот так, наверное, не очень будет. Будет скорее просто то, что, конечно, генетическая информация, самое главное, понимание, все более-более глубокое понимание, как это работает, как полиморфизм связан с исходом, с развитием болезней, позволит предпринимать определенные профилактические, ну вот, или медикаментозные шаги. Это и есть, собственно, прецизионная медицина. Вы знаете мишень, вы знаете, как она устроена в организме, и вы точно и дозируете, и назначаете тот препарат, который на эту мишень подействует. В организме на молекулярном уровне есть много других событий, которые здесь, так сказать, схематично представлены. Причем слайд этот тоже довольно старый, потому что вот, например, раньше мы считали, что это просто какие-то разные стороны нашего существования. Про метагеном я говорил, но метагеном это, как бы, на самом деле, вот такой же развернутый, как и в случае с человеком, большой-большой микроюниверсум, микровселенная в нас, которая что-то продуцирует, дает какие-то метаболиты, то есть это все очень связанные штуки. И сейчас кажется, что, конечно, для прогнозирования у постели больного это такие заумные, какие-то заоблачные рассуждения, очень дорогие к тому же, но наши телезрители должны поверить, что скорость снятия, совершенствования этих данных, развития, такова, что вряд ли придется говорить об этом через несколько лет. Так было с геномом, да, то есть ясно, что очень много скептиков, но я же сказал, что сейчас, значит, в России даже получение информации о себе на уровне экзома, это небольшая проблема. И финансово, и технологически, и интерпретационно. Конечно, с другими, значит, маркерами или с другими инструментами для процедурной медицины пока дело обстоит не так, но только лишь потому, что это просто чуть более поздняя история. Хотя уже появились тесты, но самое главное здесь даже не это, а главное вот что, что поскольку все эти части процесса связаны друг с другом, сейчас мы увидим, вот еще одно, то, зная, например, генетическую информацию и зная какие-то особенности или симптоматику, можно будет построить тесты уже с, ну, как говорят специалисты, с удобоваримым интерфейсом для лабораторного и клинического народа. То есть, может быть, конецистам не надо знать так много данных, хотя, конечно, будущие клинические врачи, я так их назову, они будут все проходить в институтах и университетах. Ну, транскриптом, в общем-то, даже не то, что производное от генома, но оно, мне представляется, еще более важно, потому что это то, что активный геном. Да. Геном, он и геном, он сидит себе и сидит. Транскриптом – это то, что кто показывает, какие гены активные. Да, довольно важно, что транскриптом, он ведь реализован технологически так же, как и геном, поэтому там несколько манипуляций, и вы получаете, допустим, полный или там какой-то частичный транскриптом, который… А количественно может быть меньше, потому что там нет молчащих генов, меньше мусора, меньше шума. Совершенно верно. Поэтому я уже сказал, что этот переход, он для обывателя и даже для врачей может произойти не очень заметно. Просто будет выпущена следующая там… Пачка тестов. Да, пачка тестов или там технологические новые приборы по-другому устроены, где дешевизна, скорость и компьютерные программы, которые все это обрабатывают и выдают уже некие готовые решения. Но вряд ли все врачи знают, как работает томограф. Ну, вряд ли, да, то есть какие-то, может быть, общие принципы. Но тем не менее, они умеют читать изображения, которые получаются. У них есть много электронных помощников, то есть специальных программ анализов. То есть индустрия дает готовые решения, которые позволяют пользоваться этими инструментами. Важно, что это инструменты создания точной медицины, прецизионной. Не случайно там и ушедший американский президент об этом сказал, и наши тоже лидеры говорят о том, что прецизионная медицина, то есть точное знание основанное на научных достижениях у каждого индивидуума, собственно, это и есть персонализация. Вот как он живет, что в нем реально происходит, как те или иные... Что может быть. Да, какие синдромы реализованы, то есть какие механизмы этого дела, потому что тогда можно гораздо точнее на все это влиять. И довольно существенным является... Вот сейчас я вернусь обратно. Довольно существенным является переход, как вы верно заметили, от статической информации, ну, например, зарегистрированной в геноме и даже в метагеноме. Я напомню нашим зрителям, что метагеном называется та часть нас, которая каталогизирует или описывает микробный мир. Ну, это в основном, конечно... Но вносит вклад. И вносит вклад, да. Поскольку она живет с нами. Да, тоже скажем. Она живет внутри нас, это как бы часть нас. Это не просто живущая в нас какая-то масса, это часть нас. Ну, это напомню слушателям, что несколько месяцев назад была записана программа с Вадимом Ларковичем, вы можете посмотреть также на нашем сайте. Да, там я об этом подробно говорил. Она была посвящена микробиому. Вот. И вот главным является вот что. Это переход от некой каталогизации или описания большие перья, малые перья, длинные пальцы, короткие пальцы к функциональному анализу. То есть переход к тому, как это работает. Как в каждый момент времени или там как развивается сценарий лечения у пациента, который дает много антибиотиков. Вот что будет? Раньше врач не очень об этом задумывался. Но он не задумывался, например, о том, что к антибиотикам может быть повышена устойчивость. Потому что в большинстве случаев... Но это не было такой проблемой. Да, это не было такой проблемой. Он не задумывался раньше леча, например, желудочную инфекцию, хеликовактор пилори, что будет с остальной частью пищевоидного тракта. И с другими органами. Ну, потому что существовали стандарты. Это как раз касается персональной медицины. А вот, как оказывается, то есть наблюдение над этими пациентами и рассмотрение более длинных периодов, чем, например, период выписывания из больницы или там из госпиталя, показывает, что-то надо знать. Ну, просто для того, чтобы на самом деле нанести более сильного вреда, чем то заболевание, от которого пациент излечился. И вот когда-то, то есть в прошлом году, сразу после лекции здесь, читая лекцию на биохимическом съезде пленарную, я рассказал слушателям этого конгресса физиологов и биохимиков, молекулярных биологов о так называемой контекстуальной медицине. Это вот мной выдуманный термин. Он очень хорошо подходит как раз к изучению микробиота. Но он на самом деле является идеологией того, как опытный образованный врач должен учитывать все риски и предварительно, то есть не бороться с тем, что произойдет, потому что риски не учтены, а он должен их учитывать перед назначением лечения. Вот что здесь нарисовано на этой незатейливой картинке. Довольно свежие данные. всего лишь прошлого года. При развитии того или иного сценария, к большому счету из одинаковой ситуации может получиться либо глубокая патология кишечная, которая потом будет очень плохо излечима, либо это останется нормой. То есть иными словами в медицине или в физиологии человека есть такие состояния всего организма, когда врач принимая решение подвергает человека необдуманному риску. Я сейчас это поясню. Вот смотрите, у нас есть зрители посмотрят, кого-то заинтересует предыдущую лекцию. Известно, что на эпителии есть довольно много сахарных остатков, потому что белки, которые формируют слизистую так называемую, они покрыты сахарами. Как ни странно, эти сахара являются вот как здесь нарисовано и местами прикрепления бактерий и активной жизнедеятельностью, местами распознавания этих бактерий иммунной системой, которая отсюда на самом деле вытаскивает свои щупики, гендритные клетки, и местами того, как происходит обмен питательными веществами, бутератом и так далее. И в некоторых случаях, например, при антибактериальной терапии происходит повреждение нормальных бактерий, которые защищают вот этот слой. И тогда другие бактерии, которые, в общем, на самом деле спали в этом кишечнике, они бы спали так до самой смерти. Быстро активизируются, быстро размножаются и начинают поедать слизистую. И поедая эту слизистую, они уже запускают следующие... Причём эти бактерии формально не очень даже и патогены. Их можно отнести к условным патогенам. Но вот когда слизистая становится как бы лысой, то есть уязвимой, сюда садятся довольно тяжёлые уже патогены и начинается патологический процесс. Вот если бы врач не дал антибактериальных препаратов или дал бы их, допустим, не 10 дней, а 3 дня, этого бы не случилось. И только потому, что он бредёт в потомках, в потёмках он не понимает, как устроена микробиота и как устроен на самом деле. За этим следует довольно много других событий, потому что убивая нормальную флору, мы теряем витамины, теряем кислоты и, в общем, сам организм начинает страдать. Это контекст. Вот не было бы контекста использования препарата того или иного, не было бы отдалённого эффекта. Причём формально врач ничего не нарушает. Он сообразно инструкциям выполняет определённые мероприятия, потому что нужно вылечить, ну, например, какую-нибудь рану септическую, или нужно вылечить, как я уже сказал, язву желудка, или нужно вылечить какое-то другое заболевание. Это не обязательно даже антибактериальный препарат. Это любой препарат, который может взвинуть баланс. Собственно говоря, это вот здесь и внесено. И они странны, когда мы говорим о сеногенезе, помните, вот первый мой слайд, где был сеногенез и патогенез, мы приводим к довольно удивительному заключению, что зная риски, зная вот эту вот, ну, скажем так, корпускулярную, на самом деле, цифровую природу человека, покрывая человека всё большими и большими знаниями, как некое ходячее тело, то есть, переходя от симптомов и простукивания, и прослушивания вот к такому цифровому, значит, цифровому человеку, мы можем довольно точно не только предсказывать очень тяжёлые заболевания, диабет, метаболический синдром, аллергии, а даже некоторые особенности поведения, аутизм, паркинсон и так далее, ну, я уж не говорю про заболевания в кишечнике, да, это так называемые воспалительные заболевания кишечника, но мы также можем на самом деле каким-то образом влиять на активное долголетие, то есть, потому что эти бактерии, да, сохранение нужных бактерий и налаживание, ну, уходя от бактерий, нормальной работы эпителия, да, кишечного, потом других систем и подсистем, мы таким образом отодвигаем старение. Это контекст. Это вот некая новая история, которая напрямую следует из того, что медицина становится прецизионной. Раньше функция врача, любого, но она и сейчас так в обычных районных больницах, как просто вылечить какую-то грубую патологию, отпустить человека с миром. Сию минуту, но помочь, да. Сколько он будет жить и как он будет доживать, это не функция этого врача. Это в любой системе, в любом системе здравоохранения так устроено. Вот ощущение контекстов, то есть получение нового качества при прогнозировании жизни и на самом деле эти контексты должны быть доступны самому человеку. Потому что знание того, что в нем присутствует и как это устроено, дает ему возможность не активно вмешиваться в процесс лечения, но соучаствовать в нем, давая какие-то рекомендации лечащим врачам по скоропомощным случаям или каким-то другим. Это довольно важное наблюдение и оно формируется как раз на рубеже. Может быть 15-16 этого года, то есть не веков, конечно. Это совсем новое представление о том, как цифровая медицина будет давать довольно существенный вклад не только в излечение от конкретного заболевания, но и потом, после выхода или выписывания из клиники, в длительное существование без отдаленных осложнений. Мне кажется, это довольно важно. Я пропущу часть, связанную с микробиотой, потому что вы уже об этом говорили. Действительно доступна программа, можно посмотреть. Да, она не так уже существенна. Я только скажу о том, что опять же на контекст довольно существенно влияют некие наши знания. Это яркий пример, довольно свежая статья о том, как один из видов бактерий, так называемый привателло корпии, влияет на ревматоидные артриты и так далее. То есть провокативные интервенции в организм, пищевые добавки, какое-то питание, которое способствует размножению этой привателлы в тонком кишечнике, стимулирует развитие артритов и артрозов. Казалось бы, очень дальние истории, тем не менее, это очень хорошо доказанный факт. И, наверное, он еще один из таких ярких фактов, как осознание контекстов и центральной нервной системы, то есть деятельность человека по самоограничению добровольному, потому что лечение таких заболеваний очень дорого, это очень травматичные и инвалидизирующие процессы. Нужно знать некий контекст. Мы теперь поговорим немного о том, что стоит собственно за геномными исследованиями, с геномной медициной, потому что об этом, конечно, гораздо меньше говорят, но геномика кажется довольно простым. Дело в том, что больше людей в любых научных сообществах имеют дело с ДНК, с каким-то сетвинированием и так далее. И о протеомике долгое время говорили очень скептично. Но сейчас появляются первые уже плоды развития этой науки. И они, как ни странно, я в начале этой лекции говорил об интерфейсах, вполне акцептированы врачами. Если посмотреть на ту методику, которая используется для выявления найденных протеомными способами маркеров, это классическое иммунохимическое выявление. Это может быть либо элайза, либо иммунофлоресценция, либо какой-то другой вид. Но он хорошо знаком клиническим лаборантам, поэтому никаких проблем здесь быть не должно. и видно, что с нулевых годов, это только то, что когда это все подавалось, появилось сразу энное количество тестов, направленных на выявление ракопростаты, колоректального рака, в основном это ракеечников и некоторых других онкологических патологий, которые довольно хорошо работают в этом пространстве. Очень интересным является вот этот тест. Он, видите, состоит практически из известных белков, но что компания Vermillion позволила себе заявить и потом пройти через FDA. Она выявляет в случае инспекции гинекологами специально к вопросу о контексте какого-то маленького образования в малом тазу рака яичника на первой и второй стадии. Это, вообще говоря, почти революция в диагностике такого рода онкологических патологий, потому что это быстро растущая опухоль и FDA, то есть специалисты из контрольного управления согласились с тем, что это выдающийся результат и разрешили им использовать в качестве набора. А кроме этого довольно быстро растут технологии, которые позволяют анализировать не только белки, но и метаболиты, потому что на самом деле опухоль и патологические процессы генерируют большое количество разных метаболитов всего в... Индикаторы? Да, которые являются индикатором, совершенно верно. Известно около больше двух с половиной тысяч метаболитов всего, которое наше тело и наши бактерии продуцируют. Это, в общем, связанный процесс. Поэтому, по большому счету, вот здесь приведена целая большая таблица того, что либо может быть потенциальным маркером, либо уже является маркером, где на самом деле построены вот такие вот профили метаболитов для различного вида онкологической патологии. Ну, это просто предложение, там, лизофисфадидная кислота для рака яичника, молочной железы и матки для генитальных раков, значит, есть рак толстой кишки, это трептофан и там метилтрептофан, модификация его, лейкемия, и, в общем, это все, повторяю, те вещи, которые работают реально в клиниках. То есть, можно говорить о ранней, что важно, то есть, не инспекционной, скрининговой идеологии выявления подобного рода технологий. И о том, теперь немножко, как это может быть реализовано в ближайшее время. Дело в том, что, если принцип соучастия все-таки овладеют сообществом, ну, а в развитых странах это, безусловно, очень популярная тема, то будут внедрены в обиход так называемые прикроватные тесты. Сейчас прикроватные тесты это тесты в больницах, в приемных покоях, которые позволяют в значительной степени исключать работу лаборатории. То есть, все то же самое, о чем мы говорили, в том числе и генетические анализаторы, поверьте мне, и генетические анализаторы могут стоять где-то на тележке и они подкатываются к поступающему пациенту, чтобы быстро снять с него те или иные характеристики. Но вообще говоря, судьба прикроватных тестов это судьба о тестах, которые могут детектировать здоровье индивидуума, то есть не пациента, и которые смогут это делать, минуя на первых этапах вообще систему здравоохранения. То есть, человек, идя в аптеку или в магазин, покупает себе набор прикроватных тестов или какое-то считывающее устройство и какой-то картридж или там чип, потом тестирует себя в положенные временные промежутки и хранит информацию себе в облаке. Это довольно серьезное утверждение, потому что компания IBM, вот в этом году выпустив пресс-релиз, декларировала, что в течение пяти лет крупные лаборатории в Америке исчезнут. Это означает, что индустрия прецизионной медицины и персонализации будет построена совсем по-другому, чем та система здравоохранения, которая существует сегодня. Облачные хранилища информации о каждом, естественно, закодированные, закрытые от глаза любопытствующих, и система считывания состояния, электрокардиограмма миниатюрная, пульс, давление, уже не приборы, но и биохимические параметры, моча, кровь, слюна, которые позволят в определенные промежутки времени вести наблюдение за здоровьем. И постепенно, как мне кажется, все-таки медицина болезней будет трансформироваться в основную в медицину здоровья, то есть в медицину интервенции и коррекции, связанных с поддержанием здоровья. Вот, собственно, это один из главных технологических, кроме геномики и наших новых знаний, многообразных инструментов, которые сейчас уже нельзя не заоценивать. То есть наличие или создание большого количества прикроватных тестов, они есть и сейчас. Это тесты на беременность, глюкометры и некоторые другие тесты, которые легко купить уже в аптеке в большом многообразии. Но просто количество таких тестов, которые будут и инфекции выявлять вовремя, и иметь их резистентность, и смотреть за тем, как ведут себя гормональный статус при назначении терапии, будет все больше и больше. И они таким образом позволят комбинировать первичные данные, которые получает сам человек, а не пациент, пришедший в больницу, с либо компьютерными программами анализа, которые тоже совершенствуются, искусственный интеллект и все остальное. Об этом уже много написано и сказано. Но главное, что врачи смогут многие вещи делать дистанционно. Чем больше знаний в цифрах, тем больше точность попадания без соответствующего длительного наблюдения. То есть, скорость установки диагноза и скорость мониторирования, понятия нормы. Ну и подводя итог к всему тому, что я сегодня наговорил, я хотел бы сказать следующее, что, конечно, безусловно, есть очень много скептиков и это нормально в природе человека оценивать процесс как процесс. То есть, в основном, сначала все не согласны. А сейчас нет никаких ограничений, как следует из слайдов, на то, чтобы это все внедрять. Это надо делать, конечно, поэтапно, но тут даже нет никакой веры, что медицина будет персональной. Есть четкое ощущение, что медицина будет другой. Она просто изменится. И вот в этом изменении, естественно, технологические ресурсы будут играть первостепенное значение. Это первое утверждение. А второе, она просто вынуждена будет становиться более точной, потому что сбор информации, то есть перевод аналоговых режимов инспекции и так далее в цифру делает ее соответствующим образом математически анализируемый, а не анализируемый только врачом, только мозгом врача и его опытом. И это как бы одно из тех трендов, которые, наверное, нужно отдельно освещать, потому что достижения в области информационной медицины, так называемой, то есть генерации специальностей нелечебного профиля, это один из вызовов современным экономикам. То есть подготовка специалистов, не видящих или там не контактирующих с пациентом около хирургического стола или на приеме, а занимающихся генетическим инспектированием, информационными... Да, да. Вот это такая отдельная большая тема, которая тоже очень быстро накроет персонализацию, потому что персонализация генерирует огромное количество информации. спасибо за внимание. Спасибо. В рубрике по скриптам я собиралась вас спросить вещи, которые вы затронули. Тему, которую вы затронули, я не ожидала, что вы ее затронете. Это облачные технологии, потому что вы говорили о цифровой медицине с самого начала и очевидно, что с этим надо как бы что-то делать и в технологическом смысле. То есть для меня была сначала не очевидна связь между персонализированной медициной и облачными технологиями. Я хотела спросить, нужны ли они, есть ли она и достаточно ли они сейчас развиты для обслуживания. Если да, то достаточно ли развиты для обслуживания персонализированной медицины. Да, конечно, ответ утверждительный. То есть одно без другого не живет? Да, уже практически. Ну, живет, конечно. То есть облачные это живут, а персонализированные не живут? Да. Ну, в качестве одного из примеров, таких примеров сейчас уже несколько. Почему IBM так ратует за развитие таких подходов? Потому что на самом деле они первыми сделали огромное хранилище данных и на основании медицинских рекордов и записей сделали систему, не только для медицины, а экспертного уровня, который называется Watson. И уже известно, что Watson, например, это компьютерный алгоритм. Ничего больше, там нет никаких людей. Он конкурирует, как там написано, со средними онкологами в Америке. И выигрывает у них в диагностике и в назначении лечения. И вот в недавнем случае этот же вакцин в Японии единственный поставил правильный диагноз соревнуюсь со всем японским обществом онкологов. Поэтому на самом деле технологии анализа наших патологий на основании цифровых записей, которые должны где-то храняться, на основании колебаний... Огромное количество данных. Да, это не будущее, это настоящее. Такую систему можно... Конечно, ее купить нельзя, потому что это огромное хранилище, но сделать подписку и анализировать собственные данные, безусловно, можно и нужно. Это очень целесообразно. И российские люди тоже это делают. Вот, например, есть совместный проект с Осколковым у нас. Мы участвуем в качестве медицинской базы, называется онкобрейн-аналитика. Он пока посвящен анализу так называемых мультимодальных данных при различных нервных заболеваниях. Но вообще говоря, алгоритмы этого анализа одинаковые. И те медицинские учреждения, научного профиля пока, которые могут генерировать цифровые данные, могут их адекватно хранить, адекватно хранить, анализы и новые данные уже сравнивать согласно патологиям, возрасту, этнической принадлежности, геному, ну чему хотите. То есть это такая новая реальность, где человек это уже не просто человек с болями, а это некий набор цифр. Если вы их очень полно снимаете, все можно оцифровывать, и гардиограмму, и МРТ, и КТ, и так дальше, то это, конечно, уже другая специальность. Это не врачебная специальность, но это классическая информационная медицина. И она активно очень разрастает. Это очень большой рынок, это очень большие усилия, это очень большие, как я уже сказал, образовательные вызовы для современности. Потому что учить врачей классическим приемом, не значит давать им новые навыки. И несмотря на всеобщую компьютерную грамотность, тут технологии выглядят немножко сложнее, чем обычное пользование компьютеров. В этой связи, конечно, подстоит, наверное, нужно вводить в курсы медицинских колледжей или университетов курсы математики и курсы информатики. Взаимодействие с этими технологиями. Да, безусловно. И готовить, как я уже сказал, врачей, которые не будут обладать лечебными навыками, скорее, а будут обладать навыками вот этой вот растущей инфраструктуры для прецизионной медицины. Спасибо большое.